У школьников наступили весенние каникулы. Чтобы вернуть в жизнь современных детей чтение, в России ежегодно проводится неделя детской и юношеской книги. Здравствуй, здравствуй, книжный мир! Этот праздник берет начало с далекого 1943 года, когда еще шла война. Инициатором его был детский писатель Лев Кассиль. Московские школьники собрались в колонном зале Дома Союзов, чтобы отметить первые книжкиные именины. Тогда, в честь праздника, они получили по тоненькой книжки и хранили как святыню. В наше время у детей возможности гораздо шире. Помимо роскошных полиграфических изданий, нередки книги с дополненной реальностью в форматах 3D и 4D, тактильные книги для особых детей и другие. Все это можно увидеть на книжной выставке. Почетными гостями праздника книги стали детские писатели и поэты. Взявший книгу один раз, он понимает, что книга, прежде всего, помогает ему самому найти самого себя, найти свои ошибки, увидеть их со стороны на фоне героев. И когда человек начинает читать, у него становится душа крылатая. Я сегодня подписываю всем ребятам, кто книги читает, тот высоко летает. Ценится выше зла, та душа крылатая. На открытие книжной недели приехали ребята со всей республики. Детям подготовили увлекательную культурную программу. Это и встречи с писателями и поэтами, концертные номера, творческие мастер-классы и другие развлечения. Открытие республиканского праздника книги и чтения дает старт всем тем библиотечным мероприятиям, которые будут проходить во всех библиотеках нашей республики. Это встречи с писателями, презентации новых книг, а также лучших книг Чувашского книжного издательства и ведущих федеральных издательств, выпускающих книги для детей и молодежи. В эти весенние каникулы все, кто понимает важность чтения, кто обращается к книге как к лучшему другу, ждут в библиотеках республики на встречах с интересными людьми и новыми изданиями. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика.